всем большой привет сегодня я хочу снять мой первый видео отчет по совместному проекту такие разные совы данный совместный проект организовала и ведет ольга хобби-арт и делает для нас очень интересные совместные отчеты которые я жду с большим нетерпением всегда за ними наблюдаю и вдохновляюсь работами девочек очень много участников в этом совместном проекте но свой видео отчет я делаю первый раз так как в основном отчитываю с фотографиями ольги и показываю свои продвижения в моих итогах за месяц почему потому что моя работа очень сложная и продвижение здесь идут очень такими небольшими темпами вот такая картина у меня должна получиться две полярные совы красавицы очень интересный пейзаж но работа не простая как вы видите первое то что многие из вас могут заметить как профессиональные вышивальщицы то что работа выдержана в одних оттенках здесь присутствуют сине серый цвета и это не просто работать с такой вышивкой при том что у кастом крафт сложные схемы вот мой петух которого я вышиваю там схема очень легкая вот ни одной одиночке просто прелесть а здесь уже все совсем не просто здесь сложная схема здесь много одиночек большой разброс причем цвета идут как вы видите все синее сейчас я вам покажу ниточки вы поймете посмотрите какие ниточки присутствуют в работе то есть это все практически до однотонные но не однотонные но выдержаны в одной палитре сине серые цвета вот но это как бы не самый страшный момент все это преодолимо сложность заключается в схеме схеме очень много одиночек и я пробовала вышивать эту работу парковкой но здесь парковка у меня не пошла по той причине что цвета то все очень похожие я могу прошить полукрестики справа влево чтобы закрыть эти полукрестики и идти слева вправо мне нужно опять пользоваться схемы потому что ниточки очень похожий очень большой идет процент сделать ошибки поэтому процесс шел медленно и я решила вышивать по цветам что я для себя придумала значит я работаю с оригинальной схемой во первых как то так я начала этот процесс на большом вдохновении что даже не сделала копию но это и не важно в общем я беру вот так лист делаю себе разметку на канве по три квадратика вверх беру какой-то первый цвет вот который мне попадается справа влево беру один цвет и вышиваю полностью весь этот цвет на участке трех квадратов и потом парку если есть остается нет к парку вверх ну или влево где и значок если нет то просто срезаю и вот так иду слоем шаг за шагом выбирая следующий значок справа налево какой встречается и вышиваю я всегда стараюсь вышивать сначала крестики значки которых мало на схеме а потом я оставляю те которые идут большим количеством группками чтобы можно было закрывать немножко протяжки изнанка у меня ужасная это от этого не избежать потому что есть протяжки значит будет такая изнанка сейчас я вам покажу изнанку посмотрите какой получается коврик вот здесь еще более-менее а вот здесь прям вообще коврик коврик здесь совы совы это сплошные одиночки и поэтому ну вот получается так никак не избежать вот этих всех протяжек очень большой идет разброс крестиков можно так сказать вышиваем мини хает но несмотря на вот эти вот сложности эту работу можно вышивать я не хочу конечно никого пугать ни в коем случае но и хочу сказать что это не для начинающих потому что здесь нужен опыт нужно выдержка потому что если вы первый раз беретесь за вышивку вообще беретесь вот за такую работу вам будет очень тяжело будете путаться и просто не выдержите морально вот не хватит у вас терпения вышивать все синими нитками у девочек у которых есть уже опыт то конечно все преодолимо здесь нет ничего прям такого страшного ну и конечно все это относительно если есть большое желание любовь то любую трудность можно конечно же преодолеть и опять же несмотря на все вот такие вот сложности я могу сказать что я влюбилась в кастом крафт сейчас у меня в работе две два дизайна от кастом крафт этому петух и вот эти совы ну петух понятно там все просто вышивается он яркий классный здесь работа посложнее но тем не менее очень я полюбила дизайн и кастом крафт потому что идет очень хорошая проработка и получается вот даже здесь чуть-чуть видно у меня отшита 1 4 работы на этом участке видно что картина получается вот именно картина как будто это фотография как будто это постер или можно так сказать нарисована очень хорошая проработка и поэтому очень много одиночек во всех хорошо проработанных работах схемы сложные вот как у стэм golden kite ну там конечно еще покруче здесь можно так сказать не не мини хает очень миниатюрный хает очень простой но тем не менее что еще могу сказать в принципе канва здесь сюда подходит но так как используется очень много темных цветов сюда бы было бы хорошо взять канву дав грей это я говорю для тех кто будет вышивать данный дизайн лучше всего заменить потому что ну вот из близкого расстояния где совсем темные участки есть просветы но а в целом в целом нормально еще раз хочу подчеркнуть то что материалы в данных наборах они высокого качества да здесь нам знакомые ниточки дмс но они здесь какого-то особенного качества ложатся лучше мягче я очень ими довольна и поэтому наборы кастом крафт очень сильно полюбила и надеюсь что они будут прибывать мои запасы и я буду их потихонечку вышивать сейчас у кастом крафт появилось очень много интересных новинок я зашла на сайт димшоп там очень большой выбор посмотрела какое есть разнообразие так загорелась еле-еле себя удержала от заказа но может быть еще и не удержу такой у меня получился отчет за январь кстати в декабре я не отчитывалась я старалась зашить какие-то работы процессы в январе взялась и хотела успеть и выложить отчитаться до 25 января но немножко и ольги поменялись какие-то планы она выложила отчет и за декабрь и за январь немножко раньше 25 января поэтому это видео я выкладываю ну как бы так а уже в феврале я читаю со всеми вместе и что у меня было что у меня вышелось в январе у меня здесь был вот такой вот кусок недошитый в центре самый сложный где начали совы и вот хвостик в этом хвостике очень много одиночек но вот даже с расстояния видно какой он интересный получается пушистый пятнышки на хвостике у совы и вот уже даже значит дошился мне вот этот хвост в центре и вышелся вот такой кусочек это практически один лист который я вам показывала вот такой мне нужно дошить здесь вот совсем немножко здесь идет по три листа по горизонтали да то есть я вышла три листа были добавочные вот здесь маленькие и приступила к следующим трем листам которые идут по вертикали и здесь всего по схеме 9 листов то есть три листа было маленьких и 6 листов полных вот я приступила и вышиваю три полных листа который практически у меня но нет не скажу что наполовину наполовину только первый который я взяла ну вот в общем вот так выглядит на сейчас моя работа я продолжаю трудиться над ней и очень надеюсь что ну хотя бы до половины я дойду к концу совместного проекта потому что вот работа все-таки непростая но тем не менее сам совместный проект меня подстегивает хотя бы отчитаться вышить хотя бы две тысячи крестиков полторы тысячи иногда получается и побольше по настроению но на этом у меня всем участникам совместного проекта хочу пожелать вдохновения чтобы вы отшивали ваших совушек и не забрасывали их ну и конечно же всем всем хорошего настроения ну и до новых встреч пока пока